Правительство Тверской области вступило в программу поддержки местных инициатив. Ее суть в том, что жители сами определяют объект вложения денег и с помощью софинансирования строят его. В деревнях Домашино и Абрамково решили, что это будет водопровод. Судей собрали по 150-300 рублей, в итоге получилось 59 тысяч. Добавили 140 тысяч из местного бюджета, 240 перечислила область, немного скинулись предприниматели, помогли депутаты законодательного собрания Татьяна Королькова и Артем Гончаров. Получилось около 500 тысяч рублей. В конце прошлого года губернатор наш Андрей Владимирович Шевелев дал старт программе под названием программа поддержки местных инициатив. Суть этой программы в том, чтобы как можно больше привлечь население к решению насущных проблем, самых насущных проблем на селе. Ну, естественно, у нас проблема оказалась – это водопровод. Ну, я так думаю, что во многих поселениях всего Ржевского района это является одной из самых насущных проблем. Ну, там на том же ряду, как и дороги, так же разваливаются дома культуры. И вот у нас прошло собрание в феврале этого года, где присутствовало большое количество жителей, как деревни Абрамко, так и деревни Домашино. Мы расслабили три варианта решения проблем – это ремонт дороги, ремонт дома культуры и ремонт водопровода. Но все-таки сошлись, что у нас, как говорится, кровеносная система одна у Домашино-Абрамко, одна насосная станция. И решили все-таки отремонтировать водопровод. Было принято решение на собрании собрать 10% от суммы – это порядка 60 тысяч. Эти суммы мы при помощи людей, которых мы выбрали на собрании, членов инициативной группы, собрали. Первый блин не оказался комом. На собранные средства для жителей деревни Домашино прожили 400 метров и до Абрамково 250 метров водопроводных труб. Сейчас у нас вода стала лучше, хороший напор, не ржавая вода. Теперь, если какая-то авария отключает домашнюю, значит, в Абрамково у нас вода есть или наоборот. В общем, мы довольны. Если будет что-то еще там собирать на водопровод по деревне, будет новый проводить, мы тоже согласны. Обслуживают водопроводные сети и насосную станцию за символическую оплату в тысячу рублей в месяц житель деревни Абрамково Сергей Богданов. Мои обязанности входят смотреть за ней, насос меняем, ну, слежу, то есть, за всем оборудованием. Давление воды смотрю. В правительстве Тверской области были некоторые сомнения по поводу работы программы поддержки местных инициатив. Ржевский район стал пилотной площадкой, где ее не только опробовали, но и доказали, что она имеет право на жизнь. Мы в 2013 году решили попробовать, как будет работать программа поддержки местных инициатив. То есть, пойдут ли люди на то, чтобы сфинансировать и самим участвовать в проектах. Было такое опасение, да, что люди скажут, ну, зачем мы будем, мы там, мы так налоги платим, все уградут и так далее. И вот показала, показала, да, реализация вот таких проектов, как особенно, да, вот в естинском поселении, что люди готовы. Причем, что самое интересное, люди могли скинуть гораздо поменьше, а скинулись 59 тысяч. Это очень много. Поэтому показала, что, в принципе, программа работает и действует, да, и, в принципе, вот мы видим, есть объекты, люди его сами сделали, люди сами проконтролировали, скинули, там, деньгами. Понятно, что, может быть, объекты, там, стоит 500 тысяч, а, да, вложили 59. Но самое главное, что вложили, чтобы понимать, что это общая проблема, власть, общая, ну, там, люди вместе решили эту проблему. Поэтому, конечно, эта программа будет развиваться. И вот такие проекты, как вот естинка, доказала, что программа эффективная. И поэтому было 25 миллионов рублей, осталось 62 миллиона рублей на 2014 год. В составе делегации, приехавшего в Абрамково посмотреть на первый объект представителей правительства Кировской области. Здесь тоже решили поучаствовать в подобном проекте. Мы так же, как и вы, услышали о том, что, об опыте Всемирного банка, что существует такой проект, который инициируется непосредственно самими жителями населенных пунктов. И при поддержке регионального бюджета решаются вопросы местного значения, именно те вопросы, которые население воспринимает наиболее актуальными. Уже существовал опыт Ставропольского края, Кировская область стала вторым регионом, который реализует на своей территории проект поддержки местных инициатив. И, соответственно, нас Всемирный банк ознакомил с опытом, как со всемирным, так и с, скажем так, российским опытом. Но в любом случае мы пошли своим путем, и когда применяли практику по ПМИ на своей территории, мы полностью адаптировали его в рамках российского законодательства, в рамках 131-го федерального закона. И так же, как и вы, первый год для нас был пилотным, а со второго года мы уже опыт распространили уже на всю территорию Кировской области. В числе участников поездки был и руководитель проекта поддержки местных инициатив Сибирного банка развития. Почему вы поддерживаете подобное начинание? У вас есть лишние деньги? Спросили бы у Ивана Шуяги. Нет, у банка лишних денег нет, как, в общем, наверное, и ни у кого. У нас есть интерес реализовывать инновационные программы. Мы программы такого рода, аналогичная программа поддержки местных инициатив, реализуем в более чем 60 странах мира. И по России сейчас у нас уже достаточно большое количество регионов, 6 регионов, которые активно реализуют эту программу. В том числе мы работаем с наиболее активными регионами. Вот Тверская область – один из таких регионов, соответственно, мы сделаем здесь программу. У Всемирного банка есть отработанные модели. У нас есть готовые технологии, как это делать и как можно помочь регионам вот эту проблему решить. Соответственно, мы приходим сюда и работаем с региональными органами власти совместно, помогая им, участвуя во всех процессах. То есть, вот, соответственно, мы как бы там, это абсолютно не финансовый интерес, мы заинтересованы в развитии территории. То есть, в данном случае у нас с местными органами власти позиции абсолютно совпадают. Из совместно собранных средств жители деревень Домашина и Абрамково построили два водопровода, будку для скважины и купили новый насос. При этом наэкономили деньжат на новую водонапорную башню объемом 25 кубометров. А всего-то из отрат – 300 рублей с человека.